Всем привет, друзья! Вы смотрите YouTube, канал издания Шаринет. Это недельный выпуск новостей. Меня зовут Владимир Самарский. Пресс-конференция Владимира Зеленского. Обыски у Виталия Кличко. Евровидение, отставка министров, здравоохранения, экономики и инфраструктуры. Все это сегодня в нашем видео. Спасибо, что выбрали нас, а не телевизор. И не... Фейсбук. Я уже так больше не могу. Каждую неделю, я выхожу с этими новостями, выпуском, словно клоунесса какая-то. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-сапедом, с этим Коломойским. Может, я хочу чуть больше? Я институт заканчивал. Я заканчивал с красным дипломом. Я дипломированный журналист. С красным дипломом, с тройками. Что ты смотришь? Да что не в ебусе, Артём? Что не в ебусе? Мне ничего не доплачивают за это. Такие ещё каждый раз заходят, блядь, у вас под минут осталось, блядь. Я не хочу, я пойду куда-то работать. Может, у меня амбиции есть? Может, я студию хочу, экспертов, чтобы приходили, общались со мной, интервью какие-то. Может, я репортажи хочу? Может, я хочу вести настоящий выпуск новостей? В эфире недельная новость от редакции Шаринетты, студии Владимир Самарский. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Потушный ця правда, эй, я не знаю и дякую за запытания. Владимир Зеленский на своей масштабной пресс-конференции рассказал про планы правительства и ответил на волнующие граждан вопросы. Идите в их жопу. Готовься к укольчику, дружочек. Ляшко рвется к власти пока что, Виктор. Как проходили перестановки в Министерстве здравоохранения? У нас миллиарды. Специальное включение с масштабного митинга в Киеве. Странная колбаска и парносайт для школьников. Что на этой неделе происходило в регионах Украины? Велась! Ирландец, Титаник, Мстители, запах женщины, укращение строптивого, два раза, девять серий друзей, два футбольных матча, половина сезона сериала «Сваты». Все это вы могли посмотреть за три часа, но выбрали пресс-конференцию Владимира Зеленского. Разворовывание на большой стройке, высокие тарифы, политические преследования, государственные измены за видео в Ютубе, кумовство, двойные стандарты, поддержка родственников главы СБУ, сепаратистов и России. Критика ООН и Европейского Союза за репрессии, зависимость от МВФ, продажа сериалов в РФ, черный нал в офисе президента, зарплаты в конвертах, закрытие телеканалов и геополитические провалы. Все эти вопросы на пресс-конференции Владимира Зеленского 20 мая были не заданы. Вместо этого были довольно простые для президента вопросы. Тут тебе и Украина-24 пригласит на передачу, не отстает и Бабель, который в конце, завершая пресс-конференцию, также зовет Зе себе на передачу. Тут тебе и СТБ спросит, о чем вы мечтаете и пойдете ли на второй срок в случае, если не удастся выполнить мечту. На вопрос про отношение к Путину отвечает абстрактно, мол, у меня нет времени думать про президента Российской Федерации, а мое личное отношение вы узнаете позже. Отметился и Дмитрий Гордон, который ранее перед пресс-конференцией заявил, что его вопрос к Зеленскому, цитирую, почему так бездарно остается в силе. Что же спросил Дмитрий Ильич на пресс-конференции президента? Давайте посмотрим вместе видео. Пане президенте, я знаю вас как высокоморальную и высокоинтеллектуальную людину, поэтому я хочу спросить. С этого привода, мне часто становится соромно за тех людей, которые рядом с вами. Как видим, вопросы отличаются, но Гордон вспомнил про свои кондитерские амбиции и нацелился на устроение конкурентов. Посему вопрос про Порошенко и про его приговор. Вы, может, не успели заметить, но вырок пришел. Эта пресс-конференция длилась три часа и вынести какой-то итог из нее трудно. Как бы ярких заголовков было куда меньше, чем раньше. И начинал Зеленский за здравие нации, анонсировав супер-праздничный марафон на День независимости. Будут концерты, ивенты и парады. Был представлен логотип 30-летия нашего государства. А на фоне, сопровождая речь президента, будто это известная помойка Пальчевского, бегали собаки. 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 На пресс-конференции президента. Символично, что и самолеты, на которых написано, что у мечты есть крылья, стоят без крыльев. В честь вести это мероприятие выпало вместо Юлии Мэндель, которая уволилась месяц назад госпоже Ирине Победоносцевой. И та, с вами Минславы Победоносцевой, не упустила и наговорилась вдоволь. Долгие подводки, общение с президентом, вопросы может передохнуть. Однако, с главным Победоносцевой справилась. Оппозиционные журналисты не смогли в полной мере задать вопросы Зеленскому. Кого-то не аккредитовали, как наше издание, видимо, переживает, что может повториться прошлогодняя история, когда журналисты Шаринет вытягивали возможность задать вопрос гаранту. А изданиям, которые находились в этот день в гараже президента и хотели бы задать ему ряд острых вопросов, просто не дали слова. Сам Зеленский регулярно нервничает, когда вопросы ему кажутся, ну, слишком нелояльными. Странные вопросы про обращение в третьем лице порой дергаются. На заранее, как складывается впечатление, договоренные вопросы отвечают долго и скучно. Но не стоит хоронить украинскую журналистику. Если есть, конечно, что хоронить. Отголоски жизни показывались в некоторых моментах. Первый — это журналисты программы «Схемы». Михаил Ткач спросил у Зеленского насчет его приближенности, его президентского окружения к украинским олигархам, несмотря на громкие заявления о делигерх... 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 Ёбаный, блядь... Степлер, зафлёртся его... Делигерхизации. Ткач вспоминает Зеленскому, что его советник Сергей Шефир был замечен в майбахе Рината Ахметова, а сам Зе праздновал собственный день рождения в компании партнёра Игоря Коломойского. В ответ мы понимаем, что стало с Медведчуком, мы понимаем, что стало с Коломойским. Вопрос на ответ президента — что стало с Игорем Коломойским? Владимир Зеленский говорит, это всё из-за того, что мы регулярно прибедняемся и думаем, что за нами всегда стоит какой-то большой дядька. Назвать это ответом на конкретный вопрос нельзя. Вопрос украинской правды про судьбу расследования убийства Павла Шеремета также можно отметить. Но здесь, в первую очередь, нужно делать акцент, что ещё в начале пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что он переписывается с подозреваемой в убийстве Яной Дугарев. Видимо, это и есть прямая компетенция президента Украины — общаться с подозреваемыми в убийстве. В итоге сам Назаров так и не сумел задать вопрос. Вернее, он его задал. И Владимир Зеленский прекрасно его услышал. Это видно из видео. Но отвечать на него он не захотел. Резюмируя и подбивая черту, складывалось такое ощущение, будто этих двух лет Зеленского и не было. Не было откровенных провалов и той самой мрии, на фоне которой происходила пресс-конференция. Будто это пресс-конференция накануне президентских выборов. И как никогда, кстати, будет вопрос про то, как вы будете заканчивать войну и о чём мечтаете добиться на посту президента. Но прошло два года. Два года, за которые многие избиратели успели изменить свой выбор, а многие издания из лояльных стали жёстко оппозиционными. И я понимаю, что для многих изданий вопрос преследований, вручения государственных измен за критику власти, признание европейскими организациями наличие политических репрессий в Украине и закрытие каналов не являются важными, не являются жизнеобразующими. Но есть общие вопросы, которые интересны каждому жителю нашей страны. Тарифы, коррупция, медицинская отрасль. Много было вопросов про Донбасс, что логично, но не острых. Это Зеленский на своей первой пресс-конференции утверждал, что он знает, как вернуть людей из неподконтрольных частей Донбасса, даже в случае, если войну не получится остановить в ближайшее время. Над этим работаем. Я сегодня говорил, что я встречался с нашими ребятами, с строителями, с забудунами, мы такие инши. Нужно подгонять какие-то форматы, я думаю, какие-то льготы на уровне. Потому что мы хотим, мы это придумаем штуку, чтобы вернуть всех сюда. Ну что ж, это такая жизнь. Присло полтора года с тех пор. Я думаю, что не стоит напоминать о том, что о гражданах Украины, которые находятся на территории так называемых ЛНР и ДНР, Зеленский больше не вспоминает. Но тем, кроме Донбасса, которые точно кто-то поднимет и спросит, много. И тут вопрос уже к тем журналистам, которые приходили отбывать номер. Вернее, к тем людям, которые прописывали им эти вопросы. Чем вы руководствуетесь? Мол, мне надо, чтобы мой вопрос прозвучал на всю страну, чтобы у каждого украинца это было на устах. Все СМИ по советского пространства, да и Европы это понесут в массы. А в итоге... Питание, про что вы мрієте? И если вы в этой каденции не встигнете втелить все свои мрії, или идете на другий термин? И то, что это не повноважение главы государства, власне, заниматься дорогами. Скажите, пожалуйста, почему не выдастесь эту программу уряду, как это мое быть, когда завершится эта программа, и безусловно в центральной части Украины. Что вам сделал Виталій Кличко? Пока Владимир Зеленский признавался в том, что он стал менее сентиментальным, это очень мило, Верховной Раде принимали на должность нового министра здравоохранения. Им стал... Но давайте по порядку. Во вторник, 18 мая, Верховной Раде депутаты отправили в отставку министра здравоохранения Степанова. За выступило 292 народных депутатов. Отмечается, что сам Степанов заявление об увольнении не писал. Это была инициатива Дениса Шмыгеля, с которым, как позже скажет бывший глава МОЗ, у него был конфликт на почве денег. Вот реакция Дениса Шмыгеля. Прошу обратить внимание. Папки, папки, сука, папки! А вообще, претензий к Степанову, по словам тех же стук народа, ну очень много. Главный провал, это, прошу прощения за отавтологию, проваленная вакцинация. И вот здесь интересный момент. Складывается впечатление, что в этом кейсе главным антагонистом пытаются сделать Степанова и повесить всех собак на него. Мол, виноваты только МОЗ по причине того, что виноваты. Вакцин нет, и это главное. Учитывая, как тот же Зеленский парировал на своей конференции насчет темы коронавируса и вакцинации в Украине, то это предположение еще больше находит аргументацию и основания полагать, что так оно и есть. Окей, получилось. Степанов погибает в свой пост министра и назначает Виктора Ляшко. Некоторые депутаты «Слуги народа» очень критично встречают такую инициативу. И на кого Степанова нужно менять? На Ляшко? Почему тогда сразу не на Ульяну Супрун? Напомню, что именно Ляшко одной своей фразой про вранье, о том, что прогулки в парках опасны год назад, обвалил доверие к позиции Минздрава по максимуму. Мы точно хотим этого министра? Солидарно прям с голосом хотим? И нас это не смущает. Это говорил Макс Бужанский. Ну как голосовал Макс Бужанский? Давайте посмотрим. Видимо, да. Нас не смущает, что мы будем голосовать с голосом. Сам же Ляшко уже анонсировал свою плодотворную работу, заявив про будущее 5 миллионов вакцинированных украинцев за лето. Как мне сейчас сообщают, в центре Киева проходит митинг в поддержку Михаила Саакашвили. Восприняв буквально вопрос про мечту, на пресс-конференции Зеленского Саакашвили вывел сторонников грузинской мечты, с которой планируют возвращаться к власти на Кавказе. Прямое включение нашего корреспондента Тимура Шишканова. Здравствуйте, Тимур. Да, здравствуйте, Тимур. Действительно, сейчас мы находимся на митинге в поддержку Михаила Саакашвили. Здесь сейчас ничего не происходит. Как мне сейчас сообщают, ближайшие два часа тоже ничего происходить не будет. Давайте пройдемся, посмотрим. Мы можем пообщаться с людьми, но мы этого делать не будем. Я сообщу, что мы общались с нашими грузинскими коллегами. Грузия прекрасная страна. Мы у них спрашивали, хотите ли вы, чтобы Михаил Саакашвили вернулся в Грузию? В ответ я услышал, цитирую, нахуй он нам нужен, заберите его себе. Вот, мы можем дальше пройти, увидеть, действительно стоят миллионы, миллиарды поддерживают Михаила Саакашвили. Это новый Майдан, это революция рос, если хотите. Владимир, передаю вам слово. Если честно, у меня даже не настоящий микрофон, я говорю в петличку. Владимир, спасибо Тимур, мой Тимур, мой коллега Тимур Шишканов был с нами исключением из многомиллионного митинга Михаила Саакашвили. Новая рубрика и, как положено нам и такому формату, одноразовая. В Роттердаме состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидения. Выдвинутые украинные исполнители прошли в финал, причем наша страна взлетела в рейтингах букмекеров на четвертую позицию. В этом году Украину на конкурсе представляет группа Go A с песней «Шум». Конкуренция в первом полуфинале была настолько сильная, что журналисты окрестили его мясорубкой, но отечественный коллектив смог пробиться в финал. Так как этот конкурс считают слишком политизированным, то мы предлагаем написать вам в комментарии, какого политика и с какой песней должна была бы отправить Украина на Евровидение, если бы там выступали только вершители судеб человеческих и с кем встретиться в финале. Самые яркие комментарии мы точно стороной не обойдем. Антон Герасченко, добавляющий стрелков паспортами в миротворец, мне вряд ли поверит, но в регионах Украины тоже что-то происходит. Самое что ни на есть колбасное эпопея развернулась на Житомирщине. Наверняка многие читатели слышали или видели эту ужасную историю про мужчину, который нашел в своей колбасе остатки... Я не буду это читать, я не буду это читать, но типа что... Я надеюсь, в этот момент сейчас никто не ест, особенно колбасу. Мужчина приобрел колбасу, а в ней оказались совсем не деликатесные составляющие, имеющие, как ему показалось, части туловища других животных. На сайте Шари.нет вышел материал про эту ужасающую историю из Дерби, но все оказалось куда запутаннее, чем есть на самом деле. Оказывается, это происки колбасных баронов. Появилась информация, что это прямая заказуха и дурацкие вбросы от конкурентов этой колбасной компании, название которой я, конечно, не буду называть, как бы то ни было, но искренне надеюсь, что при изготовлении этой колбасы пострадало как можно меньше созданий божьих. Диджитализация, страна в смартфоне, Укрпочта на всей территории Украины, реактивная доставка, как бы не так. К вашему вниманию видео, как в столичном ЖЭКе, это Киев, получается, перешли на бесконтактный обмен документов. Давайте. Это наш работает ЖЭК. Передаем паспорт, чтобы получить справку. Контрабас, как смысл жизни. Черновицкие пограничники задержали 23-летнего местного жителя, который замаскировал контрабадные сигареты заварным кремом. При пересечении границы человек сказал, что везет в Румынию обычный торт Наполеон, но оказалось, что под слоем крема в нем лежат 79 пачек сигарет. Now to America. Nobody does it better. В учебнике «Украинский язык за 10-й класс» авторство Александра Авраменко за 2018 год нашли ссылку с пикантностями. Ссылку разместили в теме о том, нужна ли в школах школьная форма. Вбивая ссылку в поиск, открывается парносайт, где мои, как говорится, 16 лет и 10-й класс. Дорогие друзья, вы смотрели выпуск недельных новостей на канале издания Шаринет. Оставайтесь с нами, пишите в комментарии, понравился ли вам такой формат. Вот такой вот формат. Оставайтесь с нами, вас ждут еще больше фильмов, еще больше новостей, еще больше интервью и рубрик от наших журналистов. До свидания. А также вы могли бы увидеть такие новости на центральном телевидении, если бы у нас центральное телевидение не было бы суспильно, блядь. До свидания. Ёпу. Субтитры создавал DimaTorzok